В январе 2016 года состоялась премьера фильма Фуада Ахундова «Запретная история Армении и Азербайджана», где был использован отрывок из интервью Сержа Сарксяна Владимиру Познеру в апреле 2015 года. Вы никогда не спрашивали себя, а почему армя не манунациональная? Нет, не спрашивал. А вот я для себя, сам для себя нашел ответ, может, неправильный, потому что царская Россия была уверена в лояльности армян к императору. И поэтому не было необходимости заселять Армению другими национальностями, с тем, чтобы они являлись опорными пунктами для российской армии. Сарксян мастерски врет, при этом помогая себе жестами и глазами. Конечно, все было с точностью наоборот. Армения создавалась на землях Азербайджанского и Риванского ханства, куда царские власти после подписания Туркманчайского договора переселяли именно армян. В XIX веке в пределы Южного Кавказа было переселено более 120 тысяч армян. И эта переселенческая политика сопровождалась выдавливанием коренного азербайджанского населения. Доказательства этому можно найти даже в архитектуре. До этого город Эревань, а точнее его центр, выглядел вот так. А потом это же место выглядело уже вот так. Любопытно отметить, что сразу после премьеры этого фильма одна жительница Армении мне написала, что, посмотрев эти кадры Саркисяна, она написала, что ей стыдно, что у них в Армении такой президент. Вот когда в 2018 году в Армении была совершена революция, когда весь армянский народ и жители Еревана вышли на улицы только ради того, чтобы Саркисян не оставался больше у власти, а он тогда пожелал остаться. Я тогда вспомнил про эту женщину и вспомнил, что, оказывается, так думает практически весь армянский народ. Весна 2018 года. Чтобы остаться в своем кресле, Саркисян, чей второй президентский срок подходил к концу, инициировал изменения Конституции по превращению Армении в парламентскую республику. Он клятвенно заверял, что не намерен становиться премьер-министром, но в результате, как известно, всех обманул. После чего последовала шашлычная революция, в ходе которой Саркисян умудрился проиграть Николу Пашиняну, бывшему журналисту с нулевым политическим опытом. Всю свою так называемую карьеру Серж Саркисян пытается стать серьезным политиком, но у него ничего не получается. А началось все с того, что сначала он поменял себе имя Сержика на Серж, а потом и фамилию Саркисян на Саркисян. Мы не знаем точной причины такого решения. Возможно, он чего-то стеснялся. Однако обновление имени, что неудивительно, результатов не принесло. Дело, как говорится, не во внешности, а в том, что у человека в голове. А с этим у Саркисяна беда. Все время своего пребывания в политике и у власти он продолжает совершать просто эпические ошибки и проколы. Ереван. 4 мая 2012 года. Во время митинга республиканской партии Саркисяна случилось странное. Взорвались некоторые из больших белых шаров, которые держали в руках молодые люди и подростки в партийных майках. Чем были заполнены эти шары, так и осталось загадкой. По словам замначальника спасательной службы МЧС Армении Николая Григоряна, воздушные шары были наполнены гелием, а причиной возгорания могла стать зажженная сигарета. РИА Новости тогда коротко и без особых комментариев отметили. Гелий является инертным газом и не горит. Действительно, что уж тут добавить, если замначальник МЧС Армении не знал элементарных законов физики и химии. Или скорее член команды Сарксяна просто соврал. Ну а в тот день, менее чем через час после происшествия, едва скорые успели развести по больницам пациентов с ожогами, Сарксян появился на митинге, где вообще ни слова не сказал о случившемся. Как иронизировали в Ереване, спичрайтеры не успели выправить текст, а говорить без бумажки президент не рискнул. Во времена своего президентства Сарксян в оккупированном Карабахе начинает строить, точнее восстанавливать аэропорт. В Баку его тогда предупредили. Воздушное пространство своей страны Азербайджан контролирует, в том числе над оккупированными районами. И никому летать в своем небе без спроса не позволит. Тем не менее, Сарксян заявил, что будет в числе пассажиров первого рейса из Еревана в Степанакерт. В прессе называли даже дату – 9 мая 2011 года. Но аэропорт так и не открылся. Сарксян никуда не полетел. А его команда доказывала всем и вся, будто бы их шефы неправильно поняли. Также Сарксян с момента своего прихода к власти очень любил рассуждать о мощи армянской армии. И даже позволял себе фразы вроде «это у Армении армия», а у Азербайджана – вооруженные формирования. И так далее. На этом фоне примечательно, что именно во время его президентства эксперты заговорили о том, что баланс сил в регионе начал меняться. В 2011 году в Баку провели военный парад, где продемонстрировали новые образцы оружия. Эксперты предупредили Сарксяна, что азербайджанская армия уже далеко не та, что была в начале 90-х. Но Сарксян, президент и верховный главнокомандующий, пропустил это мимо ушей. В 2013 году он пригрозил Азербайджану новыми потерями прямо с трибуны Совета Европы. Желание Азербайджана отвоевать Карабах чревато потерей уже не 20, а 25 и более процентов территории республики. Спустя два года, в мае 2015 года, замминистра обороны Армении Давид Танаян озвучил новые угрозы. Кто сказал, что нам достаточно пояса безопасности вокруг Нагорного Карабаха? Кто так считает? По нашей оценке, в условиях нынешнего уровня вооруженности Азербайджана его уже недостаточно. В Баку пройдут Олимпийские игры. Армянские силы продемонстрируют свою сдержанность до их завершения. Речь, по-видимому, шла о первых европейских играх, которые принимал Азербайджан. А замминистра обороны Армении не отличал континентальные игры от Олимпиады, что уже красноречиво свидетельствует о качестве команды Сарксяна. В фильме «Тупой и еще тупее» героев было два. В армянской верхушке их оказалось куда больше. 31 марта 2016 года. Армения перешла в наступление и потерпела крах. После чего Сарксян проговорился. Армянский солдат воюет оружием 80-х годов. Из кресел полетела военная верхушка Армении, включая министра обороны, личного друга Сарксяна Сейрана Аганяна. Однако все это не мешает Сарксяну и сегодня утверждать, будто бы победу в апреле 2016 года одержала Армения. И, наконец, еще один показательный момент. 15 февраля 2020 года в Мюнхене состоялись публичные дебаты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где президент Азербайджану уложил премьера Армении на обе лопатки. И это еще очень мягко сказано. Именно после этого выражение «какейшем бюро» становится мемом, а армянские политологи приходят в ужас. Артак Закарян, бывший министр обороны Армении. То, что произошло в Мюнхене, эта неорганизованная полусаркастическая беседа, мягко говоря, разбила все возможные надежды. Артак Варданян, политический обозреватель. Знание Пашиняна сути конфликта на уровне третисортного репортера бульварной газетенки. Политолог Андроник Таванян. Представляете, какая позорная картина вырисовывается во время закулисных встреч? В Мюнхене стало видно, кто и как ведет себя за кулисами, кто диктует, а кто проваливается. И вот Серж Сарксян после 10 лет пребывания на посту президента с огромной командой имиджмейкеров и спичрайтеров умудрился двумя годами ранее проиграть дебаты и борьбу за власть этому самому персонажу, Николу Пашиняну. А затем еще раз ему же проиграть выборы. Хотя после разгрома Армении в Карабахской войне рейтинг Пашиняна еще больше упал. Дальнейшие комментарии, как говорится, излишним. Диагноз тупой и еще тупее подходит тут как нельзя лучше. И все прекрасно объясняет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова